Всем привет! С вами канал Технообзор и сегодня я подготовил для вас подборку из 9 лучших лазерных 3D принтеров с Алиэкспресс. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Все ссылки как всегда на товары в описании. Ну и приятного просмотра! Annet A8 Plus начинает удивлять уже на этапе распаковки. Все очень грамотно и аккуратно упаковано. Принтер в коробке приезжает уже практически полностью собранным. В комплекте идут две отвертки, набор шестигранных ключей, микро-SD карта памяти на 8 гигабайт с USB адаптером, запасные предохранители и сопла для обдува. Хотим отметить то, что даже держатель концевика сделан из металла. В качестве материнской платы также используется одна из вариаций RAM PS от Annet 3D. Подключение проводов в процесс более долгий, чем сборы механики. Зато все подписано и можно подключить особо не глядя в инструкцию. Качество печати вполне удовлетворяет. Оно осталось на хорошем уровне. Но не забываем, что можно также поиграть с настройками и добиться результата намного лучше, чем со стандартными параметрами. Экструдер на первый взгляд производит очень хорошее впечатление. Он мало чем отличается от популярной модели MK2, а также к нему легко можно будет найти запчасти. В комплекте также доложили дополнительный маленький кулер, который устанавливается на радиатор. Калибровка производится по инструкции. Все очень легко и просто. 5 минут и принтер готов к работе. К реалити, Ender 3 Pro это отличный бюджетный 3D принтер для хобби и поделок. И даже в какой-то мере для продвинутых новичков. Если проявить время к этому устройству, то он без проблем сможет выдавать работы отменного качества. Ender 3 Pro не является профессиональным принтером. Но при этом есть масса причин купить его. Первая причина это его цена. Вторая опции, которые предлагает принтер за свою стоимость. Это приличный рабочий объем, магнитный рабочий стол, режим восстановления после сбоя по питанию и узкий канал филамента. Облегчающий работу с гибкими материалами. Поговорим про дизайн. Это ни в коем случае не верх совершенства. Но будем честны, эти принтеры покупают не из-за этого, а из-за цены. Рама Ender 3 Pro выполнена из алюминиевого профиля. Обширный рабочий стол с подогревом. Здесь размером 220х220х250 мм. Почти вдвое больше, чем у Ender 2. Другая крутая фича Ender 3 Pro это возможность полного восстановления и воздновления процесса печати после сбоя по питанию или отключения. Все эти особенности делают к реалити Ender 3 Pro довольно привлекательным, а его цена подчеркивает все вышесказанное. Тева Торнадо можно уверенно назвать отправной точкой для новичков, делающих сталку на хорошую рабочую область. Принтер легко настраивается и подходит для дежедневной работы. Популярность обусловлена простой конструкцией и хорошим потенциалом для апгрейдов. Стоит ли покупать Торнадо? Отзывы об этом принтере в основном положительные. Для новичков, только осваивающих 3D печать, он будет полезен. Создание различных вещей Торнадо показывает себя безукорызненно, с учетом его класса и происхождения. Печать на нем не сложнее, чем на любом похожем принтере. Рабочий стол Тева Торнадо комплектуется специальной адгезивной наклейкой, которая быстро приходит в негодность. Потому многие на печатную платформу кладут обычное стекло. В принтере установлено сопло, которое имеет выходной диаметр 0,4 мм. Заменить его можно на 0,2 мм и 0,3 мм. Сборка принтера и его подключение не вызовут особых трудностей. Он поставляется в виде двух собранных блоков, рамы и основания, которые надо соединить. Оси устройства позволяют печатать изделие размерами до 300х300х400 мм, что очень неплохо для настольного принтера по столь доступной цене. Свою цену этот 3D принтер точно оправдывает. Основным отличием A10M GreenTouch от обычной версии A10 является смешивающий экструдер. В комплекте вместе с этим принтером есть все необходимое, а также дополнительные инструменты как приятный бонус. Редкие металлические ролики сделаны как надо. Два жестко закрепленных, третий на противоположной стороне профиля с эксцентриком. Со столом ситуация обратная, здесь 4 ролика, два с которых эксцентриковые. Сам 3D принтер работает на плате GT2560. Особенностью данной модели является экструдер и функция микширования. С помощью нее принтер может работать с несколькими типами пластика одновременно. Имеется в виду разных цветов, смешивая их получая очень красивые градиентные элементы. Производитель поставляет принтер собранным, поэтому в коробке вы не увидите мелких деталей. Для сборки модульной конструкции требуется только объединить две части рамы, присоединить шлейфы и кабели. Задача нетрудная и с ней справится любой человек, который видит принтер впервые. Все процессы управляются надежной материнской платой МКС Gen L. Меню Artillery SideLadder X1 интуитивно понятное. Здесь можно найти все основные настройки, характерные для данных принтеров. Калибровка стола, перемещение осей, выставление температуры стола и экструдера. Из особенностей принтера стоит отметить, что в нем есть не только слот для карт microSD, но также полноценный USB разъем, который упрощает использование принтера. Большая область печати это самое важное достоинство этого принтера. Такой объем построения позволяет делать все, при этом точность печати остается на высоком уровне. Качественная сборка также является неоспоримым плюсом Artillery. Несмотря на то, что конструкция принтера модульная, после установки рамы ничего не лифтит, что опять же влияет как на качество, так и на точность печати. Тронкси X5SA На первый взгляд, Тронкси X5SA может не сильно отличаться от своего предшественника. По сути, он имеет тот же дизайн рамы Core XY и большой размер поднос 330х330х400 мм. Но производитель на самом деле приложил немало усилий, модернизируя этот 3D принтер, улучшая раму, добавляя новые функции, а также настраивая некоторые вещи под капотом. Одним из самых заметных обновлений Тронкси X5SA является конструкция рамы. Частой жалобой на предыдущие модели было то, что акриловые крепления были хрупкими и склонными к поломке. Чтобы устранить эту проблему, Тронкси заменил большинство этих термопластичных деталей металлическими. Производитель также встроил двухосевую направляющую, что повысило стабильность и точность работы принтера. Помимо улучшения дизайна, X5SA также имеет хороший набор функций. Одна из особенностей, которая довольно необычна для 3D принтеров в этом ценовом диапазоне, это датчик автоматического выравнивания. Q5 TMC2208 Q5 TMC2208 это принтер начального уровня, который является самым последним дополнением семейства FL Sun. Q5 дешевле своего более крупного собрата QQS, примерно на 100 долларов, а в функциях почти ничем не уступает. Жизнь достаточно трудна без необходимости работать с печатной платформой, которая позволяет легко отклеивать готовые модели. С этим здесь проблем нет. В дополнение к своим свойствам, платформа также нагревается до 110 градусов, а экструдер может выдерживать температуру до 270, что означает, что вы сможете печатать практически на любом распространенном материале. Все, что от вас нужно, всего лишь подключить несколько проводов и вкрутить несколько винтов, прежде чем вы будете готовы начать свою первую 3D печать с помощью FL Sun Q5. Начнем с комплектации, она действительно богатая. У бюджетных принтеров редко в комплекте встретишь такое количество нужных вещей. Естественно, есть все необходимое для сборки и ремонта, шестигранники, ключи и отвертка, а также игла для прочистки сопла. И все, что может пригодиться при использовании принтера. SD-карта с картридером, бокорезы, широкий шпатель, пара резиновых перчаток, ну и USB-провод для подключения к компьютеру. Принтер поставляется почти собранным и состоит из двух основных модулей – блока управления и вертикальной рамой с экструдером. Вертикальная рама цельнометаллическая, что придает ей очень хорошую жесткость. Блок питания также находится в металлическом корпусе, снизу у него прикручены резиновые ножки. В целом, конструкция принтера очень прочная, ничего не шатается и не болтается. Управление принтером происходит при помощи сенсорного экрана, который удобно расположен спереди под небольшим наклоном. Отзывчивость у сенсора хорошая, нажатие пальцами регистрируется без проблем. В меню экрана есть все необходимое. Автоматический нагрев для пластика PLA и ABS, просто нагрев до необходимой температуры, охлаждение и управление осями. Один из главных плюсов QD Touch X Pro, это конечно же экструдер с двумя соплами, который позволяет создавать полноценные двухцветные модели. И при использовании стандартного разрешения от 100 до 500 микрон, мы получаем модели из PLA, ABS и PET G пластика, хорошего качества. Пожалуй, единственное, к чему можно придраться на первый взгляд, это невыдающиеся габариты рабочей области, которые составляют 230 на 150 на 150 миллиметров. Вариантов подключения и управления у QD X Pro много, и такое богатство выбора явно пошло ему на пользу. Здесь есть USB, Wi-Fi, Ethernet и слот для карт памяти SD. Как и у конкурента от FlashForge, X Pro предлагает нам прочную конструкцию и надежную алюминиевую раму. Жесткость корпуса обеспечивает принтеру высокую стабильность, гасит вибрации и в итоге мы получаем по-настоящему качественную печать. Полностью закрытая рабочая зона X Pro и удачная конструкция турбовентилятора, который направляет воздушный поток прямо на модель, обеспечивает прекрасный контроль температуры. Удобство доступа к рабочей зоне тоже никаких нареканий не вызывает, за это отвечает удобная дверца на магнитиках. Единственное, что разочаровывает в QD X Pro это схема регулировки стола. Она, как и у FlashForge Creator Pro, только ручная и может занять некоторое время. Впрочем, отчасти эту проблему сглаживает специализированная калибровочная платформа, которая идет в комплекте и поможет облегчить жизнь новичкам при первой настройке 3D принтера. Все ссылки на товары этого топа я оставил в описании. Обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. С вами был канал Технообзор, обязательно подписывайтесь, всем пока и до следующего обзора.